Добрый день, коллеги! Я опять возвращаюсь про работы во время главного взятка. Хочу рассказать, показать, может быть, что я делаю. Потому что сейчас идет взяток, но тем не менее он прерывается из-за непогоды. Вот и сейчас гремит, сюда к нам движется дождик. Ситуации разные бывают. Есть не хватает силы семьи, есть не хватает взятка. Поэтому стоит магазин на 230 на гнезде. Они средину занесли. По крайней рамочке, с одной и с другой стороны, значит, ну такие полупустые, начали только заносить. Ну это как бы нормальный, естественный процесс. Они бы их сейчас все равно занесли и подпечатали. Для ускорения процесса я их взял с краев и поставил две рамочки в середину. Ставил магазин, когда рамки уже были забрызганы практически полностью. В магазин пчела поднялась. Вот как бы с одной стороны, с другой еще нет. А осталось практически 10 дней, потому что, несмотря на то, что даже будет продолжаться взяток, я до 15-го числа, 15-го где-то, наверное, начну качку, выкачу и поснимаю все магазины и корпусы. Оставлю только одни гнездовые. Пусть приводят в порядок гнездо. Легче будет в зиму собирать. Вот. Но 10 дней и взятка. И взяток за 3 дня у нас 11 килограмм. За 3 дня 11 килограмм. Поэтому, чтобы его не потерять, сомневаюсь, что они будут активно носить в магазин. Они сейчас добьют корпус и присядут. Ну, конечно, в магазин тоже что-то поднесут, но это мне так не хотелось. Значит, я делаю... Сейчас в магазин поставлю под низ на гнездо, а этот корпус на 230 сверху точно гарантированно, они за 10 дней вот этот магазин занесут от бруска до бруска. Еще, что я делаю... Я вечером, поздно, когда стемнеет, беру фонарик и обхожу вокруг пасеки. И вот там, где висят бороды, значит, там уже места под мед мало. Потому что пчела на медовых рамках, она практически не сидит. В гнезде ей места мало, соответственно, она выкручивается наружу. Вот те ульи я вечером помечаю, а днем потом добавляю им под мед дополнительную тару. Возвращаюсь к моему раннему ролику. Там, где я показывал и рассказывал о том, как можно матку поменять, подрезав ей заднюю ножку. Вот это вот тот улей, где семья плохо перезимовала, но перед этим хорошо работала, матка была хорошая. Значит, и для того, чтобы сохранить полезные свойства этой матки, я ей подрезал заднюю ножку в надежде на то, что ее поменяют. Не проверял, честно скажу. Значит, осенью мы вернемся к этому вопросу. Некогда, да и незачем. Смотрю, семья развивается нормально. Так вот, показываю, показываю. Значит, вот, занесли, оттянули этот магазин и занесли медом. Может быть еще. Да, ну, уже опечатка пошла. Значит, и вот второй магазин, то же самое, полный, запечатанный. Значит, я уже делаю вывод, гарантирован на 100%, что матку здесь поменяли. По весне семья немножко посидела. Вот, поэтому акацию и липу я с нее не взял. Значит, ну, подсолнух она выстрелила. Значит, там работает молодая матка, это 100%. Так что, метод работает и хороший. Только при том условии, что если вы хотите, если матка там хорошая, хотите сохранить полезные качества этой матки. Значит, пользуйтесь этим методом, он работает. Продолжение следует...